Просто пришли и сказали, кто купит, кто вот сейчас купит Comedy Club. Ну, однажды я очень даже сильно ругался с Нуртасом. Я помню, с Нуртасом в Донбайме мы по телефону очень сильно ругались по поводу плагиата. Мы приехали на выступление на корпоратив с Русиком и Сингерием. Личности могут разбежаться, кто куда. Вот и все. А когда ты делаешь ставку на авторстве, ты можешь расписать на три сезона вперед. Вот видишь, на такой КВН, быстрый КВН сейчас, понимаешь? То есть быстро дойти до финала, быстренько победить его и уйти в чемпионы. Я пытался об этом сказать. Я кричал об этом в коридоре тогда, в тот момент. Я говорю, ребята, надо Нурдаулета, надо Дастана, надо там Нурланом Коэнбайем, надо поговорить с Кумаром, не знаю. Раф, у нас такой подкаст, мы обычно всегда так очень... Ой. Какой звук. Начало, начало. Да. Открывается бутылочка. У нас нет никаких рекламных интеграций, никто нас не спонсирует. Сегодня нас просто поддержали ребята из таймаута. Просто хороший звук открывающейся бутылки. Да. Зря я ударил, конечно, но в целом как-то так. Как будто стукнулся так просто. За здоровье. За здравье. Открываем? У меня кофе, да. Ты его выпей, и я тебе налью кофе. Давай. Чтоб ты взбодрился просто. Давай посмотрим, что здесь. Распаков. Распаков. Открывай тоже. Почему три? Не знаю. Вот здесь какой-то донер, видимо. Здесь несколько донеров, по-моему. Ну, хот-дог, скорее всего. Ну вот, по одному возьмем. Да, отлично. И вот это вот будем точить в течение нашей час-полтора часа беседы. А, это будет такое поедание. Беседа поедания. Можно даже выбросить. Вот это слышно? Звук записывается. Это очень приятно, кстати, слушать. Да. Вот это еще тоже приятный звук. Сейчас прислушаю. Давай откроем, что тут есть. Вообще, сегодня это хот-дог. Это хот-дог. Ну, благодаря вас. Я могу наливать вам Кока-Колы? Благодарствую. Прекрасно. Прикинь, пришли просто, поели такими. Все, поели, пойдем. И погнали. Кстати, сегодня первый раз. Мы пишем подкаст с едой. Мы обычно просто пьем что-то. Ну, я рад, что я попал именно на этот выпуск. Удачно. Итак, всем привет. Это подкаст АЕАЕ. Яркий блант Леуллин. Это Равиль Умаров. Всем привет. Это 14-й выпуск. Эх, 14-й, кстати. Очень символично, что мы с Павлодара такие ребята на 14-й выпуск попали. Да, потому что до этого был Ирина Молцагов. У него была кепка 14 регионов. Это был 13-й выпуск. И он такой, 13-14. Вот, я говорю, слушай, а что сделать 15 из 12? Ну, видимо, тоже какие-то цифры есть. Ох ты, божечки, картошечки. Если ты продолжишь приглашать павлодарцев, то тебе придется все выпуски называть 14-ми. Ну, вообще, в целом... Обожаю. Подкаст в целом получился такой павлодарский. Я в этом не виноват. Ну, вы о чем могли еще поговорить? Конечно, павлодарь, если вы с одного города, я думаю, вы наверняка вспоминали какие-то любимые моменты города, там, любимые места. Равиль Умаров человек лично для меня достаточно важный. Объясню, почему. Для тех, кто не знает, кто такой Равиль Умаров, я тебя представлю. Мало кто знает, я думаю, но... Ну, ты человек такой, конечно, не с медиа и историей, хотя я поспорю с этим. Человек, который не особо мчался каким-то эфиром и так далее, но ведь ты участвовал в огромном количестве проектов. Ты был одним из лидеров лучшего, на мой взгляд, состава Астана Ки-Зет и далее Казахи. Ну, лидером там. Ну, конечно, ты будешь сейчас скромничать, но автором, одним из тех, кто создавал ту самую команду, ну, павлодарский фреш, там, однозначно был. Ну да. Ну да, вот так скромно. Я думаю, слушаю просто, просто слушаю тебя дальше. И дальше Равиль Умаров был автором множества сериалов, огромного количества телевизионных проектов, ток-шоу, которые выходили на огромном количестве каналов, и не только казахстанских, насколько я помню. Ну, и в том числе ты воспитал большое количество очень сильных игроков клуба веселых и находчивых. Это золотая эпоха развития Алматинского КВН, Павлодарского КВН. Все это так или иначе связано с тобой. Ну, и наша национальная сборная, которая тогда пошумела очень сильно. Ты финалист высшей лиги. Чемпионами, конечно, да. Было обидно, что не стали, но там, мне кажется, политический какой-то момент был. Потом, кстати, ты расскажешь, там есть пару вопросов о внутряках. Чемпион огромного количества лиг, центральных. Новосибирский, Алмата только, в принципе. Алматинская суперлига, Евразийская лига называется. А лига Сибирь, чемпион Сибири. Многократно. Сколько раз ты брал ее? Дважды, трежды? Ну, мы любили туда приезжать по Володарской сборной и побеждать. И побеждать. И до сих пор, по-моему, эта традиция продолжается. Далее терминал, терминал СП. Далее у вас с Русом была сборная. С Русиком Весенгириевым мы играли в Алматы. Республиканской лиги, Евразийской. Играли вдвоем. Да, та самая сборная, которая... Сборная двух человек. Двух человек. Потом команда «Пятый угол» легендарная для Павлодара, так или иначе. Для павлодарского зрителя, КВНовского, я думаю, это... Одна из любимейших. Она... У нее очень короткий век. То есть, это было такая... Буквально один сезон мы, по-моему, сыграли. Но это был яркий сезон. Очень яркая игра была в тот год. Ну и, конечно же, ты обладатель большого Кевина в Золотом, да, по-моему? Нет, ну я лично в темном застал. То есть, я был в составе команды, когда мы взяли темного Кевина. Светлого я не поехал. Вот именно в тот год я не поехал. Все поехали, ребята, я что-то решил так остаться. И в тот год я не поехал, они привезли Светлого. Но ты писал им? Ну нет, нет. Я бы не сказал. Я остался просто в Алма-Ате или в Алма-Ате. В Алма-Ате я остался. Главное, не в Алма-Ате. Кстати, в Алма-Ате я тогда был как раз. Не, Рав, правда, ты вызываешь... У меня много интересных вопросов, которые я хотел бы обсудить. КВН – это такая отдельная история, которую мы можем обсудить, только смотря, с какой стороны мы хотим ее обсудить. То есть КВН как игра, КВН как шоу-бизнес, КВН как индустрия или как молодежное движение, или будем воспоминаниям предаваться. То есть предаваться воспоминаниям типа... А вот было, да. Было, вот помнишь времена. На самом деле, да, КВН – это отличная игра. Это все. КВН – это все, что я сейчас назвал. Мы можем с разных сторон это наблюдать. Ну, я бы уже хотел поговорить именно о тебе, о твоей личности, о том, как ты пишешь, как ты выдаешь контент, потому что ты сценарист, автор, актер. Сейчас ты трудишься в нескольких проектах, насколько я знаю. А рассказывать о них или нет, решаешь сам. А вот папа... Отец двух детей. Двух прекрасных детей. У меня сын, 8 лет. Он сейчас? Он сейчас дома. Ой, я прям громко, видишь? Он сейчас дома, да. Я сразу после выпуска бегу домой. Да, где супруга и дочь? Супруга и дочь поехали в Алма-Ату. Полетели в Алма-Ату. Что там? В Алма-Ату. Алма-Ату, да. Они в гости, просто в гости. Полетели в гости. Чем сейчас занимаешься, Раэль? Я работаю, работаю, скажем так, на официальной работе, на постоянной. И дальше занимаюсь развитием, саморазвитием и так далее. Я вспоминаю периоды, когда ВКонтакте только качал. И где-то в 5-6 утра Равиль Умаров выдавал контент. Такое было, да. Где-то на протяжении года можно было в 5-6 утра заходить ВКонтакте и читать интересные посты, мысли Равиль Умарова. Расскажи об этом периоде, что происходило. Вот интересно, ты, кстати, мне натолкнул сейчас на мысль о том, что одна социальная сеть, вот как будто она интересна в данный момент, вот в данный момент жизни, это ВКонтакте, вот в тот момент жизни мне было интересно пользоваться функциями, которые там дает, то есть ВКонтакт мог прикреплять картинку, там, песенку прикрепить, плюс написать какой-то текст. Стена, помнишь? То есть можно какие-то даже рисунки, я даже как-то рисовал просто, ну ВКонтакте можно было просто рисовать. То есть вот эти все функции, ты пока вот ими не наиграешься, до этого момента социальная сеть тебе интересна. Потом она, то есть я имею в виду конкретная социальная сеть, интересно, перешёшь, переходишь на другую, потом из неё как-то, ну вот. В клабхаусе зарегался? Нет, я в этом плане тоже, я динозавр вообще на самом деле. То есть ВКонтакте мне надоело, я перешёл в Инстаграм и всё, остановился на Инстаграме. Пока ты там? Да, пока там я побаиваюсь, ну не то, что побаиваюсь, я готовлюсь к тому, что перейти в Ютуб, попробовать. То есть формат Ютуба мне интересен. Из его понятия изучить. Когда в гостях был Благобаев, Ирина, он, ну топчик, да, однозначно, он сказал мне такую фразу, подкасты будут смотреться тогда, когда вы будете рассказывать какие-то вечные темы, то есть которые в любой момент можно сесть, посмотреть, тема актуальна. Ну вот давай тогда сделаем так, чтобы наша тема была тоже, ну то есть наш выпуск был продуктивным, скажем так. Я тоже думал над тем, о чём мы будем говорить, ну то есть хотелось бы задаться целью какой-то, чтобы мы с тобой не просто поболтали, поели гамбургеры и разбежались, чтобы этот выпуск приносил какую-то пользу тем людям, которые будут это просматривать. Или слушать. Да. Поэтому я предлагаю говорить о подкастах. О подкастах как о виде шоу. То есть вид шоу усмотребельного, который можно посмотреть или послушать. Ну послушать, кстати, интересно, что это радио в видеоформате, то есть радиоэфир в видеоформате. Когда ты его смотришь, слушаешь, во-первых, приятно слушать. Я надеюсь, меня приятно слушать сейчас. Да. Я не кричу и не надрываюсь, надеюсь. Поэтому мы пишем его в ушах. Да, я стараюсь. Да, кстати, Равель, давай поменяю немножко. Да. Давайте потихонечку поговорим. Да. Кстати, мы не зря начали с Кока-Колы, поэтому это задал утон. Да. Понизим немножко градус нашего разговора. Мы поговорили, то есть мы, точнее, стали говорить о том, о цели какой-то. Поэтому я говорю о подкастах. Если мы говорим о КВН, то давай смотреть это как о виде зрелища. Зрелища. Давай вот эти две темы обсудим, будет прикольно. Давай начнем с КВН, потому что, ну, ты смотришь сейчас КВН? Я посмотрел финал КВН, который мне дал несколько мыслей, у которых я задумался, что татары победили и русская дорога. То есть я подумал, что татары, наконец-то, наконец-то татары дошли там до финала и победили со всей своей нефтью. Победили и, наконец-то, отпустили русскую дорогу. КВН оставляет, ну, такое странное ощущение, что тебе уже не совсем интересно смотреть. То есть там есть яркие моменты в некоторых выступлениях некоторых команд, но ты уже понимаешь, как математически продуманы номера, как отточен, скажем, путь команды, не то что игра, а вот целый путь команды оттачивается. То есть он, в принципе, продумывается концепция с одной восьмой до одной четвертой и так далее. То есть и тебе становится от этого, то есть, ну вот я говорю, за, допустим, татнефть хорошая команда, там действительно есть, может быть, актеры, но это математическая команда. Это собранная, продуманная, скажем, финансированная команда. Ну да, это проект. Проект, который математически продуман и доведен до финала и став чемпионом. За три сезона? За три сезона там. Ну, они молодцы, на самом деле. То есть там были яркие номера, которые можно вспомнить сейчас. Ну, ты помнишь имена ребят, кто там играет? Равиль, вот и весь это. Ильдар, ну подожди, они же с Татарстана, это Ильдар какой-нибудь точно, Ренат точно какой-нибудь и, наверное... Шамиль какой-нибудь. Шамиль и Камиль, наверное, тоже там. И Решат и Рашид, они два брата, Решат и Рашид, там точно в команде есть. Я к тому, что, да, может быть имена мы не запомнили, но мы запомнили актера, допустим, их, вот этого... Пародист, который, да. Который отдельно на Гиева, который играл, это очень классно. И девушка поющая, ну... Актер, девушка поющая? И все. Ты понимаешь, да, что? Ну, вот видишь, ну такой КВН, быстрый КВН, сейчас, понимаешь? То есть быстро дойти до финала, быстренько победить его и уйти в чемпионы. Такой быстрый КВН. По поводу русской дороги, там хотя бы, ну, ты знаешь, как ребят зовут, да? Это у тебя? Это у меня, да? Я как всегда. Нет, у меня противника. Да нет, это я косячник. По поводу русской дороги, мне можно свои личные какие-то... Конечно, конечно. Ну, я никогда особо не понимал эту команду, вообще, честно говоря. Я, честно, я когда-нибудь... Нет ощущения, что эта команда вот похожа на студенческую сборную, вот, которая катает, фриковая такая. Ну, и типа она этим интересна. Ну, типа она этим и интересна. Я не хочу никого... В регионах таких команд было сотни просто. Давай, так, есть фанаты русской дороги. Я к вам отношусь тоже хорошо. Вы молодцы, ребята. Может быть, вы очень рады, что они победили, что они чемпионы. Наконец. Наверное, вы в этот день очень хорошо отметили их победу. А вообще русская дорога, ну, я не понимал там юмора. Может быть, там есть что-то смешное, но что-то я там... Ну, не помню, чтобы я смеялся. Я говорю, ах, молодцы, русская дорога, как они посмешили. Я об этом, кстати, хотел спросить. Ты же в целом к юмору относишься как к математике, да? То есть формула есть, написание юмора, есть какие-то стили. К сожалению. Я, честно, к сожалению, что мы стали относиться так к этому. И ты его, в принципе, читаешь. Ты знаешь, вот ты слышишь затравку, начало шутки, и ты можешь дать шесть вариантов. Ну, это плохо. Ну, как бы бремя такое. Бремя и в то же время и мастерство, и в то же время бремя. Потому что ты не можешь посмеяться и все время прочитываешь, что-то пытаешься понять, как это он так придумал интересно. Иногда нужно расслабиться и просто посмеяться. Получается? Ну, редко, редко получается. Потому что ты все равно идешь... Вот на все казахстанские комедии, допустим, идешь в кинотеатр, и ты сидишь такой... Вот как же они это придумали там, да? Или наоборот такой... Чего же они так не добили здесь шутку там, да? То есть ты думаешь их мозгами, то есть ты пытаешься понять, как они это придумали. И не только казахстанские, все комедии. Казахстанские комедии тебе нравятся? Так, мы перешли медленно. Только давай честно. Еще одна больной тема. Честно, я тебе скажу, что я уже это говорил, ну, много кто меня спрашивал, ну, тоже об этом поднимали разговор. И Нуртас Адамбаев. Ну, вот я вот. Тебе понравился Аким? Ну, Аким мне понравился. Добройся. Мне понравилась Келинка первая, по крайней мере, Келинка. Мне понравился его путь как режиссера. Подожди, Эрки Булан. Я не оцениваю его картины по достоинству там шуток. Мне нравится он как режиссер и его путь. Ну, то есть что он так вот как-то идет и что-то там несет за собой. Мне это нравится. Окей, не вопрос. Но это же Миссис Даутфайр. Это же как дом большой бабочки. Переодевание. Ну и что? Это его стиль такой КВНовский. Ну, давай его как оценивать. Подачу мы не можем обсуждать. То есть, в смысле, это и он, и это здорово. То есть, он вот так показывает. Я про то, что у него как-то есть, во-первых, темы правильные, поднятые. То есть, те темы, которые он поднимает в кинофильмах, это круто. Поднимает. Да. Это круто. Потому что ты думаешь, что ему не все равно, и он пытается это поднять. И плюс в нем есть драматургия. То есть, там есть развитие героя и так далее. Окей. И что сейчас с казахстанским юмором? Нету, во-первых, нормального КВНовского движения, нету команд ни в премьерке, ни в вышке. Это печально, на самом деле. Ирки Булан, это показатель того, что что-то не так в обществе. Ну, если нет здорового юмора, если нет здорового, скажем, умения посмеяться над собой, и значит... То есть, юмор – это вообще понятие интеллекта в целом. Я считаю, что я где-то даже... Что юмор понимают умные люди, да? Ну, и сочиняют. Я к тому, что если нет юмора в стране, значит что-то плохо с интеллектом. Вот так. Если нет его в том мире, в котором нужно. Много сарказма, но нету такого легкого юмора. Согласен? Легкого как раз-таки достаточно. Нет, ну я имею в виду в том плане, чтобы вот интересно. Ну, какие-то, знаешь... Ну, давай, давай. Что тебе действительно нравится? Если вот так, чтобы... Мне один... Нет, не буду приводить пример. Ладно. Я почему? Потому что... Нет, это вообще российский юморист, там какой-то вайнер. Я его просто не могу привести пример, потому что я сейчас не вспомню его имени. Надо делать отсылку, я сейчас не буду... Но очень смешной человек. Из, скажем, из московских сейчас комиков, которые мне нравятся, и я такой думаю, прикольно, он несет то, что хочет. Это Лапенко. Вот так. Я такой посмотрел все выпуски, думаю, чувак вообще... Он создает мир. Это интересно. Он просто берет и свою вселенную создает из нескольких персонажей. И сам играется в этой вселенной как создатель. Я просто... Ты ушел от ответа, что с казахстанским юмором. А что? Команд нету. Желания играть, как я понял, тоже особо нет. Потому что бабки. Потому что бабки. Потому что всем хочется сразу хоп и деньжище. Потому что интернет и вайны, и ютуб, и все такое подсадило нас на то, что надо сначала, ну, типа, как сказать, деньги зарабатывать. Смысл кататься, когда ты можешь сразу поймать. Да, да, да. То есть много-много просмотров и так далее. Просто раньше победа в высшей лиге открывала тебе возможности попадать на какие-то телеэфиры. Сейчас же телеэфир на первом канале тебе в принципе не нужен. Но хотя я поспорил бы с этим, наверное. Ну вот давай. Это сила, на самом деле, сила социальных сетей и телевидения. Мы сейчас это обсуждаем. Нет, почему наши казахстанские юмористы не участвуют в этом движении? Как ты считаешь? Проблема в спонсорстве? Ну, навряд ли. Это знаешь, это когда у Спарты на какую-то игру им не хватало денег. Наш с тобой знакомый Малик Хахсенов за одну ночь решил им вопрос. Я слышал такое. И отправил ребят. В итоге они сейчас чемпионы. Кстати, по поводу Спарты. Три года прошло после чемпионства. Пора? Ты думаешь, пора уже появляться в новой команде? Нет, пора ребятам что-то сделать. Тебе не кажется? А, создать что-то свое про Спарту? Да, да. Ну, я вижу, что они делают что-то свое, но каждый по отдельности. То есть, сольные карьеры какие-то строят. Я вижу, что каждый из них развивается. Я вижу, как, ну, не буду по именам, но каждый из них я вижу, что делает свой проект. Но ты, я понял, опять я отхожу от вопроса, сбегая, точнее, ответить. То есть, казалось бы, понимаешь... Ты имеешь в виду общий проект Спарта. Хотелось бы, такой проект. Но почему у ребят не может быть своего вечернего шоу? Отсутствие денег? Да, навряд ли. Отсутствие желания? Возможно. Может быть. Может, эта идея не приходила им в голову еще? Три года просто прошло. Ребята были у всех на листах. Они могли смело ехать в Россию и создавать карьеру там в том числе. Кстати, я, насколько помню, тебе было несколько предложений переехать, в Россию? Да, были такие предложения. Тебя в Comedy Production звали, да? Это YBW. Это Yellow, Black and White STS телеканал. Почему не поехал? Что помешало? Я не захотел сидеть в золотой клетке просто. То есть, мне не понравилась золотая клетка. Золотая клетка в понимании того, что тебе платят, все нормально, но ты сидишь в Москве и никуда не выходишь и свои движения там. Пишешь, пишешь, просто пишешь, и ты литературный ниггер называется. У Comedy Club Украины и у Вечернего квартала был такой путь своеобразный. Зеленский построил команду вокруг авторов, а Comedy Club Украина строили команду вокруг личностей. В итоге Вечерний квартал, благодаря тому, что авторы получали достойные деньги, долго просуществовал, а Comedy Club Украина потерялся. Как ты считаешь, что случилось с нашим Comedy Club, который у нас был, в котором ты тоже участвовал? Такая подводка, да? Ну, почему так быстро прекратился проект? Что случилось? Я расскажу, расскажу все, что я как бы знаю об этом. Я просто задумался об украинской истории, то есть, то, что ты говоришь насчет авторства и ставки на личности. Когда делаешь ставку на личности в шоу-бизнесе, личности могут разбежаться, кто куда. Вот и все. А когда ты делаешь ставку на авторстве, ты можешь расписать на три сезона вперед. И не зависеть от этих ребят. Ну, как бы, да, заплатить ребятам, если все по-честному заплатил, расписать на три сезона, там, на четыре сезона вперед. Это по поводу того, что творилось там. А насчет комедики из Z. Это очень веселая история. Она вообще... Там был как-то жегал тайм. Она очень... Да, да, да. Сейчас Евгений по отчеству не помню, как Евгений увидит. Батя Брега Ветрович. Здравствуйте. Всем привет. Кто там участвовал? Сейчас ребята такие молчи, не говори. Ну, была франшиза, которую вот просто пришли и сказали, кто купит... Кто вот сейчас купит Камеди Клаб в Казахстане? Было же, открывали сразу Украина, Беларусь, там, еще, наверное, какие-то города, точнее, страны. И вот пришло в Казахстан в Камеди. Ну, там есть люди, они будут, опять же, фамилии, имена, то есть просто люди пришли и говорят, вот давайте вечеринки пока делать, просто вечеринки Камеди. И это зашло на людей, то есть люди захотели покупать билеты и присутствовать на таких вечеринках. И пришла пора появиться телевизионному проекту, тогда еще телевизионному, то есть YouTube, я не помню, тогда, по-моему, не так сильно качал. Поэтому телевизионный проект Камеди Клаб Ки-Зет. И я помню, что там сменилось несколько людей, которые как бы имели к нему отношение и появился Евгений Жигалтаев. Ну, как бы Евгений, благодаря Евгению, по крайней мере, люди собрались, ну, то есть он бросил клич, там, кто отозвался, кто отозвался в этот момент. А я хотел бы стать дождем. Да, да, кто хочет в Камеди Клаб, давайте все. Кто там еще остался? А на самом деле осталось тогда немного людей, потому что многие участвовали в разных проектах. То есть тогда была проблема в том, что все уже тогда были в своих проектах, уже тогда был, ну, не помню, опять же, не будем поименно. Ну, и, короче говоря, все КВНщики, знаменитые КВНщики уже были в своих проектах и делали свою дорогу, и появился Камеди Клаб, и все-таки отнеслись к нему, ну, типа, и тогда пошли туда на кастинг, я помню, был кастинг, мы тогда пришли, я помню, тогда был какой-то отбор, просматривали миниатюры, то есть прям вот по одному в комнату заходили, здравствуйте. Кто сидел в авторской команде? Ну, по-моему, Евгений Жигалтаев там и был, еще пару с ним, по-моему, каких-то юмористов. Я не был в коридоре, только этого кастинга я не прошел. В общем-то, там ребята пошли, я говорю, слушайте, я, наверное, откажусь сразу, потому что я говорю, что за редактура? У меня что-то было друг тоже, опять же, какие-то дела свои, я говорю, я пока буду в стороне, понаблюдаю за этим. И вот так вот, вот так вот получилось, что туда попали ребята, новые, они все талантливые, давайте, не будем принижать там никого. Я к тому, что каждый из этих людей, которые были в Comedy Club KZ в то время, это действительно талантливый парень, который тоже шел своим путем, актера, сценариста и так далее, и стендаперы, и комиков, но они были неизвестные люди, потому что вот в тот, скажем, несколько периодов назад был Yellow, Black & White, там изначально пошли по пути того, что нужно набрать сразу звезд. То есть сразу, давайте возьмем всех звезд и сделаем, ну, таким путем пошел и Comedy Club Moscow Style, да? Если все помнят, то начиналось все с того, что там появился сразу Галыгин, Мартиросян, сразу, звезды. Харламов время. Да, и ты сразу такой, Харламов еще где-то, кроме как на КВН, еще он где-то шутит, и ты сразу переключался. Я, кстати, вспоминаю историю, когда мы были в дворце культуры имени Истая, тогда просто ГДК, и ты сказал фразу, интересно, КВН в 9 закончится, потому что 9.30 Comedy. это был 2007 год. Это значит, видишь, как мы спешили на эфиры, все бежали посмотреть, по времени вот, вот, не было, видишь, интернета, да, в то время. И вот, то есть, они сразу пригласили медиа ребят, а у нас с этим были проблемы. ну, я пытался об этом сказать, я кричал об этом в коридоре тогда, в тот момент, я говорю, ребята, надо Нурдаулета, надо Дастана, надо там Нурланом Куэнбайем, надо поговорить с Кумаром, не знаю, то есть, ну, я им пытался говорить это. Чтобы сразу величины были. Ну, конечно, я говорю, нужно сразу же звать сюда, ну, которых уже публика знает, и тогда это будет действительно... классный бренд, то есть, была франшиза, вот тебе Comedy Club, делай его, ну, то есть, раскачивай, тебе просто дают ее, и просто пошли не с того края немножко. Там просто было два момента, которые, я помню, в тот момент в сети обсуждали точно все, то есть, первое, Comedy Club российский, московский сменил декорации сразу же, а вы продолжали снимать в том же стиле, как и... Нет, эти камеры под съемкой. Давай, подожди, качество съемки, я уже туда не касаюсь, я не хочу туда, подожди. Но там уже, как это сняли, это уже другой, второй вопрос. И второе, что приезжали ребята с повторами, то есть, те ребята, которые приезжали как гости от Comedy Club Moscow, они показывали номера, которые уже были на московской сцене. А, какие были вещи? 70-60 процентов точно были повторы, и все такие, типа, мы же это видели. То есть, ну, Лисек Сорокин, Зураб Матуа, Аверин, они пели карапули, которые уже звучали. для них это, подожди, для них это было, я сейчас, чтобы никто не... Это же халтурка просто. Ну, подожди, я тебе говорю, ну, сходя там быстренько, позоримодор. Там, понимаешь, они летели туда, ну, как бы тебе, вот ты на корпоративу ведешь, ну, как бы тебя зовут, ты отработанные вещи с собой собираешь, ну, уже стопудовые вещи, golden collection. Golden collection. Да, также ребята, они же как бы с гастролями приезжают, ну, я имею в виду стендапи твой. Ну, вот эти ребята, да. Московские, да. Что пошло не так? Сразу нужно было звезд приглашать. По-моему, да, тут как бы я даже... А сколько выпусков в итоге был? Да я даже вот... В скольких ты снялся? Да я не снимался в Comedy Club KZ. С чего ты взял? Я же тебе говорю. Стоп, но твои миниатюры там показывались. Ну, может быть, может кому-то там что-то где-то, кто-то что-то вспомнил, может быть. Я писал там какое-то время, они даже использовали что-то потом. От тебя же услышал следующую фразу. Никогда не обижайся, если твою шутку с плагиателем украли, значит она ушла в народ, она людям понравилась. Он на одной из игр, когда мы пришли на редакцию, а нам сказали, это уже показали в предыдущей игре. Ты сейчас обиду просто, старую обиду. Нет. Ты помнишь? Ты помнишь, да, вот это было. И ты такой, ну, ребят, ну, значит... Кради как художник, кради как художник. Да, ну, значит, хорошая шутка была, классно, что показали. Типа, пишите дальше. Плагиат в целом в Казахстане вещь нормальная. Типа, ну, окей, повтор так повтор, перепейте болгарскую песню, и давай тау-тау-тау, тоже нормальная тема, то есть как бы... Да. Да. И вот все к плагиату, как ты относишься к плагиату как автор? Так, начну издалека и потом закончу обращение в кадр. Издалека начну. Дело в том, что плагиат, вот интересно, что вот наш земляк Саксу взял недавно Грэмми, и что он там, номинировался на Грэмми? Иманбек. Иманбек, что вот он сделал ремейк, ой, стори, сейчас, извини, ремикс. Ремикс. Ремикс песню. Я к тому, что время сейчас... Спасибо. Ну, тот же наш, опять же, моносонгс, павлодарский парень, который спел Салют Вера, да? Вот, каверов. Время каверов и время повторов, то есть это постмодернизм, то есть постмодерн и даже метамодерн, когда мы просто перевариваем то, что уже было, но постоянно. И КВН это тоже постмодерн, это рождение постмодерна, потому что КВН на самом деле это театральный постмодерн, потому что берешь культурный пласт и просто его перерабатываешь, показываешь, там нет авторских запретов. Ну, в КВН как минимум круто, что ты можешь взять любую песню, спеть ее, перепеть ее, и тебе за это, ну, по крайней мере, раньше мы вообще не парились насчет авторских прав, то есть мы не задумывались и для нас оказалось, что можно взять любое произведение, любую картину, ты можешь взять это достояние общей культуры. Потом я подумал, что на самом деле плагиат, он, конечно, а чего еще не было, я просто разговаривал с одним автором и он нам сказал, все лучшие шутки сказал Жванецкий, все ваши гэги сыграл Чаплин. Что вы еще нового хотите придумать? То есть вот так он сказал, и я подумал, что все, когда-то где-то что-то уже было. То есть так или иначе это просто адаптация? скажем, ремиксуешь, ремиксуешь, ремиксуешь то, что уже когда-то что-то было. И создание действительно творчески чего-то нового, это уже, ну, скажем, редкий случай. Это прорыв, да? Редкий случай, да, сейчас. Поэтому он так и стреляет, как и стрелянул тот же Лапенко, да? Ну, есть, да, есть единицы творческих людей, которые в разных видах искусства, которые сейчас это делают. А по поводу плагиата в Казахстане, именно в Казахстане, за это вообще-то вообще не парятся люди, потому что можно по-братски там... по-братски казалось, ну, что, автор бы сгой? Или сценарист бы сгой? Что, там адаб сгой? Ладно, конкурс твой сыграл, да? Опа, это вообще корпоративная, то есть, именно ивент-индустрия, она, конечно, вообще там по авторским правам очень тяжело уследить, где, что, когда, поэтому я одно время, первое время я пытался это контролировать как-то, а потом я просто отпустил ситуацию и понял, что любая флешка, вставленная в ноутбук любого диджея, она уже автоматически, все, что есть на этой флешке, уже не твое, не только твое, не только твое. Поэтому я эту ситуацию отпустил. Но однажды я очень даже сильно ругался с Нуртасом. Я помню, с Нуртасом в Донбайме мы по телефону очень сильно ругались по поводу плагиата. Мы приехали на выступление на корпоратив с Русиком и Сингерием и, по-моему, ведущий был Мухаммеджан. И он выходит и говорит, ребята, вы готовы? Да. Так, что вы будете показывать? Он такой, я говорю, вот это, вот это. Так, это было уже. Это было, это до вас только что показал Нуртас с Даутом. Они заехали и то же самое показали. Я такой, подождите, как мы вот это хотели показать? Он такой, вот это не показывать, это заезженная вещь, это уже сто раз перед этими гостями показывать. Как, подождите. И я тут так разозлился, помню, позвонил Нуртасу и мы с ним по телефону очень, ну, так разговаривали, так, ну. На повышенной? Ну, очень на грубых тонах, то есть мы разговаривали, типа, прям вот, ты где сейчас вот находишься? Да, я позвонил, говорю, ты что, говорю, мы все, погазал тут, ну, давай как-то контролировать, то есть мы же, это же наш хлеб, то есть мы же пришли, а это твои шутки были? Это были павлодарские шутки, это были шутки наши с Руслана, скажем так, ну, мы с Русиком сочиняли и показывали это в Евразии, потом это был наш материал, но, как мы ранее сказали с тобой, ивент-индустрия вообще не парится по этому поводу, и я сейчас понимаю Нуртаса, ну, и Даута, я понимаю, что, в принципе-то, какая разница, бери миниатюры и показывай. Они же не знали, что вы приедете. Ну, в принципе, в одном большом городе, в Миллионнике, да, то есть, ну, показал там, показал здесь шутку, поэтому, одно время я вот очень сильно, ну, потом, конечно, мы поняли друг друга, я думаю, что. Сейчас как у вас дела? Сейчас все отлично. Нуртас, прости, пожалуйста, еще раз, если ты смотришь. Это какой был год? Это 2009, наверное, 2010, те годы, когда, ну, вот именно ивент-индустрия, она была такой легкой, и... И КВН часто показывали на мероприятиях. было много праздников, было много, скажем, какого-то такого легкого, жизнетечения алматинского, когда все было так здорово и отлично. Как считаешь, что ждет авторов Казахстана? Вот, что им делать, собираться, писать, защищать материал? Или... Это будет лично мое мнение, потому что все, что я бы сейчас не сказал, или все, что я сейчас говорю, это лично мое мнение. Оно никого не должно, по крайней мере, я бы не хотел, чтобы это никого-то задевало, там, еще что-то, но мое личное мнение, что авторство... В какой области авторство? Я имею в виду, вот ребята, допустим, я знаю нескольких сценаристов, которые пишут сценарий для фильмов. Для фильмов? Для фильмов, для комедий, для интернет-проектов, они пишут, но они всегда на задворках, то есть я уверен и под деньгом, и по славе, и по вниманию, и по интервью даже, и даже в целом как-то о них умалчивают. Вообще, работа сценариста... То есть всегда во главе режиссер, продюсер, главный актер, а вот кто это написал и сочинил, они всегда так... Ну, вот мы подошли на самом деле к основной не проблеме, а основной бремя. Бремя, можно так назвать, груз, не груз, блин. Ну, это вот такая... А теперь возьми сценариста и автора книги «Игра престолов», да, то есть он является... А вот интересно, я не гуглил, я не знаю, он в смысле, он, во-первых, живой или... Он живой. Да, он жив. Он жив. Ну, тогда он великолепный вообще красавчик. Джон Гейт Роллинг, да, автор Гарри Поттера, да, то есть тоже вот они все говорят. Ну, вот я пришел, я прихожу к этому, это было в своих рассуждениях, я прихожу, что литературный, вот как мы сегодня говорили, литрап, литрап, это очень тяжкая работа, которая остается в узких кругах, конечно, уважаемой, в узких кругах почитаемой и тебя вроде бы как бы ценят, но в итоге как бы миллионный зритель или миллион, там, тысячные зрители, они о тебе особо... Мало авторов, у которых есть Геленваген или несколько квартир? Ну, это уже как зашаришь. Об этом речь. Да, 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 это просто тут уже вопрос личный, я думаю, есть авторы, которые на Геленвагенах катаются, хороших, поэтому, нет, мы же говорим о доходах сейчас. О доходах? О доходах, о финансовой стороне авторства, то есть тут есть... Ну, и о признании в целом. Потому что если есть признание, то, скорее всего, тебе будут платить нормально. Тогда надо что-то написать такое, что признают. Ты написал тот сценарий, который вот мог принести тебе славу? Нет, нет, нет. Я думал об этом. Я думаю, что вот этот год начался с мысли о том, что нужно создать, ну, как это, магнум, магнум опус такой. Магнум опус, это типа, ну, главное свое художественное произведение я еще пока нет, не создал. Пишешь что-то? Есть, есть где-то там вот в темной комнате под свечу когда зажжешь, там что-то пишешь, да, есть такие вещи, пока они никому еще неизвестны. Номер сказителей у Максимума. Да. Я, насколько понял, его писало несколько людей, его писала команда Якушева из Курска, и Якуша в том числе, его писали ребята из Максимума, и еще несколько ребят из других команд КВЭ. Возможно. И во время карантина Якушев пуляет свою версию новую сказителей. Ну, у него вообще рука набита, набилась рука, они же... И там об авторстве возник вопрос, типа, стоп, зачем ты взял, допустим, это же материал Максов. В комментариях возник такой вопрос. А Якуш говорит, стоп, я сказителей написал. Ну, нормально, он сказал правильно. Ну, не всех же сказителей он написал, он же участвовал в процессе. То есть, Якушев он просто создал, ну, не создал, подожди, он владеет формулой сказителей, формула, то есть, стихотворная формула сказителей существует там, две тысячи лет, допустим. то есть, это же понятно, что он может слагать любых сказителей. Ну, формулу, он участвовал при этой формуле, при создании этой формулы, этого номера, давай так, выражаться правильно, и он может его использовать при написании других актуальных шуток. И повтором это не считается? Ну, я думаю, что это использование формул. Окей, круто, вот об этом хотел спросить, здорово. Есть лекало, некоторые лекало номеров, которые ты можешь повторять несколько раз. мы это знаем. Ну, вот тогда и по комедиям тоже самое, и по фильмам примерно так же тогда, да? Да, конечно, трехактовая драматургия, конечно, ты же понимаешь, из чего строится сценарий, то есть, главный герой и так далее. Что считаешь по поводу нашего телевидения и Ютуба? Смотришь что-нибудь? Что тебе нравится, что тебе греет? Телевидение я давно не смотрю наше, у меня нет телевизора, ну, не, он есть, но там как бы только Ютуб, мультики, да, только мультики для мультфильмов, поэтому телевидение я не смотрю совсем, казахстанское никакое. Ну, может быть, только если случайно, ты где-то в другом месте, в гостях, включишь телевизор или бабушку, включишь телевизор, ты просто с ней смотришь, с бабушкой сидишь. А Ютуб, в Ютубе, мне понравился, Кыргызы снимают «Джи-Джи-Шоу». Я посмотрел его, несколько выпусков, и мне понравилось, как они это делают, какой стёб, с каким, ну, как это качественно всё снято и смонтировано. Может быть, я мало вообще смотрел контента, ну, казахстанского, но «Джи-Джи-Шоу» меня прям очень порадовало. Они очень смешные. Вообще, кыргызские ребята, они очень креативные и смешные. Кыргызы, в принципе, в топе, да? Очень. Они, вот мы одно время жили в пятикомнатной квартире, можно такие вещи говорить, да? Ну, мы жили в пятикомнатной квартире вместе. Так, я буду такие. Расскажи. Да, я русик, Эльдик, Эльдик, прости, я вот скажу. Мы жили Эльдиар, и ребята ещё Джанат, Василий Куценко, который сейчас «Кухня» пишет, сериал «Кухня». В общем, все жили на пятикомнатной квартире, и это было очень весело. То есть, мы с Русиком по-ладарски два парня, а там три-четыре кыргыза с нами. Ну, они, в смысле, с Кыргызстана, потому что Васька как бы русский там, или хохо, неважно. Да. Просто кыргызы с нами жили, и это было весёлое, отличное время, когда мы каждый вечер просто там кальянчик, и присаживались в чайханан, там, и поливали разные миниатюры бесконечно просто. У каждого был блокнот с листочком, мы просто бесконечно поливали номера, 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 шутки, шутки, шутки. Куда делся весь материал? Он использовался, он использовался на всех стендапах, то есть, на каких-то вайнах, скетчах, ничего не пропало, я уверяю. То есть, всё, что в то время сочинялось, всегда уходило в многоразовое пользование. Ну и вот теперь мы возвращаемся ко второй теме, то есть, подкасты и вообще в целом, что пишется. Ты сказал, что в Ютубе ты смотришь больше развлекательный контент, так вот, подкасты, это такая история непопулярная, в принципе, даже в России той же, не говоря о Казахстане, где у нас всего 10 миллионов активных пользователей в Ютубе, из них 6 миллионов казахскоязычные, да, то есть, они, в принципе, этот контент не будут смотреть. У нас много комментариев под подкастами, типа, Казахстан. Казахстан, 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 Мангурты, вот эти всякие вещи. Простите нас, кеширынсдер, кеширынсдер, ренджименсдер. Да, ну, вот почему мы больше любим не послушать какую-то историю, да, сделать какие-то, может быть, выводы, принять этот опыт, примерить на себя, услышать мнение специалиста или интересного для себя человека, а проще поржать войнами, типа, ты видел, ты видел, он дунер жрет, ты видел, вот типа такого. Подкастинг, это вообще такая тема легкая, то есть тебе нужен просто твой голос, аудиодорога и чтоб тебя слушали. Любая аудиозапись, даже на диктофон, считается подкастом. И вот у нас эта тема немножечко такая вот в Казахстане, я имею в виду, не особо популярная, потому что никто не любит слушать, сидеть, все хотят экшена, хотят каких-то вот движух, либо ржаки. Ну, надо сказать, что вообще-то человек больше визуалист обычно, то есть мы 80% визуально потребляем. Поэтому он в видеоформате. Потому что, ну, если ты что-то включаешь, то ты хочешь это посмотреть, а посмотреть тебе хочется яркие картинки, ну, как бы так, яркие, вспышки какие-то. А подкаст, это, видимо, формат такой очень спокойный, больше. Ну, может быть, есть какие-то варианты неспокойных подкастов, но, потому что это, наверное, больше спокойствие. Поэтому тут вопрос, насколько люди наши готовы слушать аудиокниги, например. Хотя бы, да? Это же действительно небольшой процент нашего населения увлекается таким времяпровождением. Поэтому здесь интересно, что я только благодаря тебе, кстати, увлекся этим видом самовыражения, так сказать, подкаста. Но сейчас мне интересно то, что это формат диалога. Это круто, что формат диалога. То, что, может быть, подкаст не подразумевает обязательно диалог, но круто, что есть формат диалога. Вот стендап, мне нравится стендап, потому что это не больше не выступление, где ты просто говоришь шутки, а это такое самовыражение. Я однажды был в жюри в одном институте, ну, какой-то межфакультетовский стендап, и ребята выходили на сцену и начинали говорить какие-то вещи не смешные. Я говорю, о чем они говорят? Ну, там вышел парень такой и просто говорит, 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 и я такой понимаю, что зал молчит в тишине. и он такой говорит, спасибо, и уходит. И это тоже стендап. Да, и мы все поаплодировали ему, а он, что парень такой замкнутый немножко в себе, и он просто вышел, все, вылил, это были не шутки, он просто говорил, я недавно с девушкой поссорился, и все, и недобитая шутка. Он говорит, я поссорился с девушкой, и все, вот. И еще у меня вот там проблемы там с этим, он просто вылил и ушел. Я понял, что стендап это такой формат, где ты просто остаешься один на один со зрителем, и это такая исповедь. Это круто, а я думаю, что подкаст это вот, если формат диалога, то это уже идет, то есть второй этаж, второй уровень дальше стендапа. То есть ты идешь не просто как выражение своей личной там, каких-то этих личного мнения, а у тебя еще складывается диалог с собеседником. Это круто, но... Да, и при этом не обязательно, чтобы наши точки зрения совпадали в целом. Ты сказал свое мнение, я свое... Это ведет к демократическим преобразованию. Вот что самое прикольное, что меняется общество, и это появляется такой диалог равных людей, которые... На какие-то общие и необщие темы. Да. Какие подкасты ты бы слушал? Я бы слушал книги обязательно, то есть мне интересно просто заниматься своими делами и слушать книги. Я бы обязательно записался на какого-нибудь рок-музыканта, наверняка, то есть слушать музыку, особенно если она рождается прямо сейчас во время подкаста. Это круто, что он играет не заученные версии, а импровизирует на гитаре, допустим, на другом инструменте. Вот такие подкасты было бы интересно. Ну и я думаю, я с детьми обязательно бы открыл какой-нибудь... Ну, открыл. Вот, кстати, может быть самому бы открыть такой подкаст. Было бы круто. С детьми. Ну, детский контент, где можно читать книжки, сказки, подкаст связать, допустим, как-то с проектором, чтобы выводить на экран большой то есть мультфильм, и ты параллельно читаешь сказку. Либо обсуждаешь перед сном, да. Какой ты папа? Я пока не знаю, какой я папа. Это, наверное, мы узнаем, когда детям станет 18 лет, хотя бы там 20. Я надеюсь, что я хороший папа, но я не такой папа, наверное, как все, ну, как в обычном понимании папа, поэтому... А что ты имеешь в виду? Ну, я иногда думаю, что вот так, наверное, не все так делают. Наверное, так не надо мне делать. я же папа, надо так не делать. Сынок, не прыгай с парашюта, тебе всего 4, но я пытаюсь с детьми вести себя естественно, чтобы довериться, как бы сказать, истории, что ли, судьбе Всевышнего, или как это сказать, то есть, какому-то закону. Иногда вот боишься прикрикнуть на ребенка, или жена там, допустим, говорит, не надо, не надо, не надо, это плохо повлияет. Я говорю, ну, ну, смотри, ты сейчас об этом, типа, это самое, но, возможно, ты не права, может быть, нужно было как раз... Ты потом не знаешь, какие отголоски это дадут в будущем. Возможно, не нам оценивать, как даст, ну, что, какой росток даст тот или иной поступок настоящий. Я заметил, что в большинстве своем люди, которые создают что-то смешное и веселое в своей жизни, они достаточно грустные, не особо любящие веселиться в другой компании, то есть, они больше вот наблюдают со стороны. То есть, я когда отдыхаю, я вот, вот мне дайте бокальчик вина, я буду сидеть тихонечко и наблюдать за процессом, мне хорошо вот, я не буду там прыгать и скакать со всеми. Потому что на работе это все... Вот ты в жизни какой человек? такой же веселый, как и то, что ты создаешь? Ты знаешь, я сейчас уже думаю, что к юмору я отношения имею минимальное, мне кажется, что пришло такое время, я сейчас думаю, что к юмору есть ребята, которые действительно сейчас профессионалы в юморе. Я их думаю, с ними уже тягаться мне... Нет, неправильно. Я к тому, что я отошел от юмора. То есть, ты не в потоке? Ну, как бы, в потоке того, что называется смешным, наверное, нет. Мне нравится глубокий юмор, то есть, я сейчас... Мне нравится философский юмор, мне нравится посмеяться над тем, что многим уже не смешно скажется. То есть, непопулярный юмор, можно так сказать. поэтому, какой я в жизни, я думаю, что вот такой вот, вот видишь, я даже высказать не могу эту мысль, какой я в жизни. Потому что это, получается, взгляд на себя в зеркало, тяжело смотреть на себя в жизни, потому что глаза тяжело, ну как, вытащить, посмотреть на себя. Не знаю, какой я в жизни. Не знаю. Внешне понятно, что... Но внешность тут ни при чем. Ничего, видишь, мы не сказали. Я просто не особо веселый в жизни, мне кажется. Да, я тоже не веселый. Я думал, ты скажешь, да, ты не очень веселый в жизни. Нет. Я пытаюсь поддержать твою в плане идею о том, что ты говоришь, что веселые люди... Что веселые люди, они чаще грустят и думают о каких-то важных вещах. И вот юмор это своего рода протеста на все происходящее и, как правило, классный юмор рождался во времена тяжелых каких-то внешних и внутренних моментов в том или ином народе или стране. Я про это. Да, в жизни и смешные люди в жизни грустные. Я согласен. Часто так бывает. Это, наверное, дуализм такой. Ну, то есть, наверное, это вот закон, что все двойственно, поэтому то, что ты выражаешь вовне, внутри, наверное, противоположное что-то происходит. А то, что сейчас юмор стал поверхностным где-то, где не нужно напрягать мозг, это печально. То есть, не хочется такой юмор смотреть, не хочется, потому что нету игры мозга, ну, нету игры ума, тебе не надо никуда додумываться, тебе не нужно ничего, каких-то соответствий, там, сплетать какие-то мысли, что, а, он имел в виду вот это, и тебе смешно из-за этого. Понимаешь? Все в лоб, поэтому... Нету завуалированных этих вещей. Поэтому я немножко отошел от юмора сейчас. Мне стало это неинтересно. Просто неинтересно. Чего мы можем дать в ближайшее время от твоего творчества? Я надеюсь, дорогие мои слушатели и зрители, что когда-нибудь я напишу такое произведение, которое я подарю этому миру. А дальше я развиваюсь как режиссер. Режиссер театрализованных представлений. Что ставишь сейчас? Я ничего не ставлю, потому что массовые мероприятия сейчас запрещены. Тогда до лучших времен. Встретимся осенью. Равиль Умаров сегодня в подкасте АЕАЕ. Жмите колокольчик, подписывайтесь на канал. В описании будет Инстаграм, Равик. Подпишитесь на много интересных, умных, веселых и глубоких мыслей. Пока. Спасибо. Спасибо, Рав. Поедим, наконец-то. Давай, седим. Субтитры сделал DimaTorzok